Десятки любопытных детских глаз, столько же поднятых рук. И так, без исключения, проходит каждый урок. Строгий и требовательный, но очень справедливый и добрый. Знакомьтесь, учитель начальных классов Александр Марук. Умный, энергичный, коммуникабельный, молодой, добрый и, что очень важно, открытый и изобретательный. Заходит в классы, как будто происходит чудо. Непоседы в одночасье становятся послушными, в глазах детей загораются огоньки. Видно, что малышня очень соскучилась. Он добрый. Когда мы кричим, то он на нас накричит. А так он хороший, опытный учитель. Хороший, добрый. Объясняет, понятно. Каждый раз, когда мы сидим на выходке, мы узнаем все, что новое. На выходке познавательные, тружеские, интересные. Добрые, умные, иногда ругаются, на уроках интересно рассказывают. Детворе хочется продолжить прерванное накануне звонком задание по литературному чтению, разобрать еще один сложный непонятный пример по математике и получить новые знания по предмету окружающей мира. Все эти желания каждый день исполняет учитель-мужчина. Уже сейчас многие даже родители в начале, может, тоже какие-то сомнения были. Все-таки мужчина, а будет он ли так хорошо, как учительница, уроки вести. Но когда проходит время, они понимают, что сейчас неважно, или это учитель, или это учительница. Если он достойный, закончил университет, он также и легко, и спокойно может провести уроки. Могу сказать на 100%, что я чувствую детскую любовь, может, где-то они немножко боятся, потому что все-таки мужчину, он более дома, как всегда, отцы и дедушки наказывают, они немножко боятся и меня. Но а так, когда они меня узнают с каждым днем, с каждым годом, что я другой человек, они, конечно же, любят, хорошо относятся ко мне, помогают во всех делах, участвуют во всех конкурсах. Все, что я скажу, все выполняют. Школа не место для мужчин. С шаблонным утверждением Александр столкнулся два года назад, когда пришел устраиваться на работу в среднюю школу номер 32 города Бреста. Однако, как известно, настоящих мужчин трудности не пугают, и Александр не отступил, ведь быть педагогом – мечта детства. Сразу закончил я университет в 2014 году, и как обычный мужчина пошел в армию. Я отслужил один год, и сразу после армии я пришел сюда работать добровольно. Руководство немножко боялось, возможно, принять, потому что учителя начальных классов – это только женщины, учительницы, а мужчины – очень большая редкость, как бы. Но все-таки решили меня принять, и на данный момент все довольные – и руководители, и коллектив, и дети счастливые, и родители. И всегда поддержка идет от детей, от родителей. Отзывчивый, трудолюбивый, находчивый, коммуникабельный. Родители и ученики только с положительной стороны описывают его работу. Нам очень нравится находиться в его обществе. Таких, как герой нашего сюжета, часто в шутку называют усатменянями. Многие считают, что работа учителя начальных классов вовсе не мужская. А ведь воспитать и сформировать юную душу, открыть и раскрыть способности ребенка, и самое главное – показать, что современный мужчина может и должен быть как минимум добрым, умным и интеллигентным, как максимум решительным и сильным, не только физически, но и духовно. Сложный, ответственный и очень почетный труд, по силам которой далеко не каждой женщине, не говоря уже о мужчинах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова